Микроавтобусы, подаренные правительством Румынии для Неспаренского лицея, простаивают во дворе учебного заведения, но из-за бюрократии детям пока приходится добираться кто как может. Поддержать вывод иностранных войск с территории Молдовы. Премьер Павел Филипп обратился к странам-членам ООН с трибуны Генассамблея Организации Объединенных Наций. Жестоко избивают, привязывают к кровати и оскорбляют. Так, по мнению адвокатов Института по правам человека, относятся к пациентам некоторых психиатрических больниц в Молдове. В прессу пригласили, но не пустили. Президент прибыл с инспекции на военный полигон Бульбака, где проходили учения. Журналистам пришлось наблюдать за развитием событий издалека. Трое полицейских, задержанных по делу гибели Андрея Брагуца, избежали изолятора. Прокуроры потребовали продлить предварительный арест, однако суд сектора Рыжкановка постановил перевести подозреваемых под домашний арест на 30 суток. Прокуроры намерены оспорить решение инстанции в апелляционной палате. По словам прокуроров, находясь под домашним арестом, обвиняемые в пытках и ненадлежащем обращении могут помешать в расследовании дела. На сегодняшнее заседание явились двое полицейских, Аурел Шаптибой и Аурел Исаки. Они отказались разговаривать с журналистами. Игорь Орбов отказал Севица в суд. Его адвокат не смог мотивировать отсутствие Орбов. Десять полицейских получили статус подозреваемых в этом громком деле. Ранее власти отстранили еще четырех полицейских фигурантов дела Андрея Брагуце. Всего в уголовном деле фигурирует 17 полицейских. Троих задержали, еще четырех уволили. Андрей Брагуце скончался при сомнительных обстоятельствах в понятенциаре Прункул спустя 10 дней после задержания. Преодолевают километры пути пешком, чтобы добраться до лицея. Встают рано, чтобы успеть на уроке, а иногда пользуются попутками ученикам Неспоренского теоретического лицея. Приходится не сладко, хотя решение проблемы простаивает во дворе учебного заведения. Это три микроавтобуса, подаренные правительством Румынии. Но из-за бюрократии, на которую ссылаются местные власти, детям пока приходится добираться кто как может. Я на 10.00 я иску, и за 7.30 я храню на литые. На 11.00 я храню автобус, чтобы заехать на свое время. Если мне дороги, я грех, который всюду на нас. Дочицу мне нестalterные, где-то пыно в inside Вече, кто-як akhirно заехать, пынет, где-то палате, где-то 4-км. Вся часа, практически несколько месяцев 30-дель twistов по гостяму. Лидия и Марина из Неспарин ежедневно преодолевают по несколько километров, чтобы добраться до лицея. Доезжают как могут. Иногда страшно, ведь приходится садиться в незнакомые машины. Решение проблемы есть. Три микроавтобуса, которые подарило правительство Румынии, но которые простаивают в школьном дворе. Местные чиновники не спешат оформлять документы. По данным Управления образования Неспарин, микроавтобусы прибыли еще в августе. Но решение о том, что транспорт может быть зарегистрирован, райсовет приняло 12 сентября. А процедура продлится еще три недели. Продолжение следует... Продолжение следует... В Минпросвете, в свою очередь, говорят, с момента, когда микроавтобусы были распределены по селам, дальнейшая ответственность за них лежит на местных властях. Пресс-секретарь министерства заявила нам, что ничего не знает о судьбе этих микроавтобусов. В лице Мирчей Ляги из Днеспорьян обучается более 600 учеников. Сто из них проезжает из других населенных пунктов. В апелляционной палате прошли слушания по делу бывшего замглавы департамента пенитенциарных учреждений Петру Бырко. Прессу на заседание не пустили. Бырко обвиняют в лжесвидетельстве и оказании давления на нескольких заключенных. Свидетели по делу вора в законе Макена. Суд постановил провести закрытые слушания по требованию прокурора. Наш корреспондент попытался поговорить с одним из заключенных, предположительных жертв по делу Бырко. Но сторона обвинения тут же потребовала вывести съемочную группу ТВ-8 из зала суда. Заключенный, потерпевший в деле бывшего замглавы департамента пенитенциарных учреждений Петру Бырко. Он отказался разговаривать с прессой в присутствии силовиков, которые доставили его в суд. Заключенный все же решил выступить с несколькими заявлениями. Однако разговор прервали полицейские. Ча нуме сантимпла? Неспредел, бардак. Чем все пуши, десуни, 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 десуни. Петру Бырко обвиняется в лжесвидетельстве в отношении Владимира Москальчука по прозвищу Макена. Бывшего замглавы департамента пенитенциарных учреждений также обвиняют в оказании давления на заключенных, который выступил с показаниями против Макена. Адвокат Бырко отказался разговаривать с прессой. Дело Петру Бырко было возбуждено в 2012 году. Полгода назад его оправдали. Решение оправдать Бырко вынес судья Сергея Чабану, который заснул во время одного из заседаний по этому делу. На пост заместителя главы ДПУ его назначил бывший министр внутренних дел Вячеслав Чабан. Недавно его признали виновным в коррупции. Жестоко избивают, привязывают к кровати и оскорбляют. Так, по мнению адвокатов Института по правам человека, относятся к пациентам некоторых психиатрических больниц в Молдове. Только в этом году адвокатам удалось обнаружить 4 случая бесчеловечного и унизительного обращения с пациентами психлечебниц. Юристы призывают власти обратить внимание на проблемы подобных медучреждений и срочно принять меры. Дело избитого подростка в клинической психиатрической больнице попала в обозрение адвокатов Института по правам человека. По их словам, в день, когда в интернете появилась фотография избитой пациентки, юристы направились в медучреждение и вызвали полицию. Адвокаты попытались добиться медэкспертизы, но получили отказ. Ни са рефузат дин старт, фэрэка сфии макар вазута персоана, не экзамената, вазута персоана ла лумина ши анализат кэдди пуцин. Ши не са коммуникат к казу респективу не ест каз деурженцэ, нои не путем акума сфачим абсолютно немик, гниц мэн димняцэ. Ам, ам солистат интервениря медичилор ши ам сомат сфи респектата лислация. Мать говорит, что за время пребывания дочери в психиатрической больнице девочка начала вести себя странно. Во время визитов сотрудники больницы заветовали не будить и не беспокоить пациентку. Девушку на второй день навестила бабушка и заметила зенеки и кровоподтеки на теле подростка. Мать обратилась в прокуратуру. У нас в того утра я пошла и сделала фотографию. Пока я фотографировала, сделала два снимка. Подошли две больные, через окно спрашивают, вы мама Кристины, да, а вы знаете, как ее здесь бьют? Ранее институт по правам человека выявил несколько случаев бесчеловечного обращения с пациентами психиатрических лечебниц. В другом случае санитары связали пациента и вкололи ему неизвестные препараты. Еще один пациент попытался сбежать из учреждения и сломал себе ногу. Санитары поймали беглеца и избили его. Молдова неоднократно проигрывала дела в СПЧ о бесчеловечном и унизительном обращении с пациентами, страдающими психическими расстройствами. Либералы поняли, что имел в виду Влад Филат в ходе сегодняшней пресс-конференции. Михаил Гимпу вспомнил о заявлениях экс-депутата, сделанных накануне ареста. Михаил Гимпу также добавил, что последнее уголовное дело против Дарина Киртуака шито белыми нитками. Говоря о втором уголовном деле отстраненного примара Дарина Киртуака, лидер либералов пытается встать на защиту своего племянника. По данным прокуроров, Дарин Киртуака действовал незаконно, исполняя некоторые судебные постановления о предоставлении жилья полицейским прокурорам и судьям, причинив тем самым урон бюджету на сумму около 66 миллионов лев. Михаил Гимпу уверен, в случае невыполнения примирительных сделок Дарину Киртуака грозил штраф. Уберил штрафа, дарина Киртуака, дарина Киртуака, дарина Киртуака, оттуда платите за бюджетную акцию регресса. Как сообщил советник от ЛП Иоан Чивана, у Дарина Киртуака было несколько административных дел. Когда в 2006 году вышло постановление о предоставлении жилья, при марию стали поступать сотни заявлений. Советник подчеркнул, в подобной ситуации муниципальный бюджет мог заблокироваться. Проблема была discutена inclusивно в Министерстве, в Министерстве финансового, потому что требования были так много и предоставили так много места локатив, чтобы мог бы блокировать так много бюджет муниципал, как и бюджет центральный бюджет, которые были sequestрены. Михаил Гимпу упоминал заявления Влада Филата, с которыми экс-депутат выступил в ходе парламентского заседания в день своего ареста. Лидер-либералов говорит, что слова экс-премьера он понял только сейчас. Михаил Гимпу добавил, уголовное дело против его племянника шито белыми нитками. Прокурор считает, что у ген-примара не было полномочий заключать примирительные сделки. Монсовет был обязан выделить квартиры в пользование, а не в качестве частной собственности. Прессу пригласили, но не пустили. Президент прибыл с инспекции на военный полигон в Бульбако, где проходили учения. Журналистов на военное учение не допустили. Прессе пришлось наблюдать за развитием событий издалека. Игорь Дадон же, пользуясь случаем, в очередной раз подчеркнул, что не намерен утверждать кандидатуру Евгения Стурза на пост министра обороны. Несмотря на то, что президентура направила приглашение журналистам на военное учение, куда прибудет Игорь Дадон, прессу ждал неприятный сюрприз. Представители Министерства обороны заявили, что мероприятие закрытое. Журналистам пришлось наблюдать за развитием событий со стороны. Все, что нам удалось увидеть, это несколько выстрелов. Прессе пришлось ждать около часа под проливным дождем. Затем Игорь Дадон попытался впечатлить журналистов своим появлением. Игорь Дадон подчеркнул, что не станет утверждать неопытного кандидата на пост главы Минобороны. Игорь Дадон подчеркнул кандидатуре. Игорь Дадон подчеркнул кандидатуру Юджена Стурзе на пост главы Минобороны. Правительство обратилось за разъяснениями в Конституционный суд. Ранее Игорь Дадон предложил к обмену своего кандидата на пост министра обороны Виктора Гайчука. Угрожали уголовными делами. Так, лидер либералов объясняет выход двух депутатов из своей партии. По словам Михаила Гимпа, он понимает, что на них надавили, но все же считает, что оба могли бы быть мягче в своих заявлениях в соцсети. Юрий Дырда на наш звонок нам не ответил, чтобы прокомментировать ситуацию, а Олег Агор сказал, что никто на него не давил и что это его личное решение. В ДПМ же отказались комментировать заявления Михаила Гимпу, назвав их политическими. «Долой Плохотнюк» скандировал сегодня лидер ЛП на пресс-конференции. По его словам, бита Плохотнюка нависла над депутатами, которые ушли из ЛП. Михаила Гимпу говорит, что и другим либералам обещают золотые горы, но он надеется, что Огор будет последним, кто вышел из партии. Если раньше Гимпу избегал произносить имя Плохотнюка вслух, сегодня же беспощаден в высказываниях. Юрий Дырда не ответил на наш звонок, чтобы прокомментировать обвинение Гимпу, а Игорь Огор говорит, что никто на него давление не оказывал. В пресс-службе Демпартии заявили, что не комментирует политические заявления Михаила Гимпу. Так Дырда, так и Огор объявили на своих страницах в Фейсбуке, что уходят из фракции ЛП в независимые депутаты. Сейчас в парламенте 9 представителей либеральной партии. Премьер Павел Филипп обратился к странам-членам ООН с посьбой поддержать вывод иностранных войск с территории Молдовы. Премьер выступил с трибуны. Организация Объединенных Наций потребовала включить вопрос о выводе российских военнослужащих в повестку дня 72-го заседания Генеральной Ассамблеи ООН. Грезидические soldierи, которые начали коротеть в региуне транспорте на тренцинах, основные парамилитары, организации региониста на Терасpol, посетят roots в конку natuurlijk древнейе о серьезных причинахП, в адресе Республики Молдовы. Попыт от партой ОСЦЕ, заповедные оружие и мониції дляbrandí операции генеральной группы российских военнослужащих приняты больше чем 21 тысяч тонн. Гуверн Республики Молдова не контролирует и даже не сопровождает эти муниции и армии. В Москве представители непризнанной ПМР пригрозили, что вывод российских военных из Приднестровья может обозначать начало военных действий. Выпускники учебных программ, предоставляемых посольством в Великобритании, в Молдове, встретились в резиденции посла. Впечатленные с энтузиазмом молодые люди рассказали о бесценном опыте, полученном во время визита в Объединенное Королевство. Обмен опытом и идеями очень важен. Посол Великобритании в Молдове, Lucy Joyce, гордится результатами, которые удалось достичь молдавским выпускникам, участникам программы обучения Великобритании. Абсолютно греу, аж сказать, потому что нам solicитали много креерул, но в каждую ночь не дурмит. Это были очень хорошие инвестиции для меня в Великобритании, для того, чтобы они были виноваты, и мне интересно, чтобы они были виноваты, где они были виноваты, и чтобы они были виноваты. Первая программа стипендий для молдавских студентов, которые мечтали о мастерате Великобритании, была запущена 23 года назад. С тех пор молодым людям удалось посетить множество прекрасных мест Объединенного Королевства. Есть ребята, готовые сворачивать горы, и все они вместе собираются, но на самом деле это приятно. Поэтому очень понравилась обстановка и те люди, которые присутствовали. Еще 160 студентов стали участниками другого проекта, прошедшего в Молдове, направленного на консолидацию взаимопонимания на обоих берегах Днестра. Второй проект для студентов был запущен в 2000 году. Тогда на учебу в Великобританию отправилось несколько выпускников из Молдовы. Задержанный две недели назад в столичном аэропорту гражданин Турции предстанет перед судом. Прокуроры завершили уголовное преследование. Обвиняемый сейчас под арестом, ему грозит до пяти лет заключения. 5 сентября, напомню, 21-летний молодой человек пытался вылететь в Ирак, предъявив на границе фальшивый паспорт. По данным Интерпола, он находится в международном розыске по подозрению в совершении убийства в Стамбуле. Фальшивую заготовку паспорта он получил в 2014 году в одной из провинций Ирака под контрольной террористической организацией ИГИЛ. Ранее молодой человек два года отсидел в молдавской тюрьме за попытку дать взятку пограничнику. И завершение о спорте. По крайней мере, бронзовую медаль обеспечил себе молдавский боксер Виталий Пресекару на чемпионате Европы по боксу среди юниоров, который проходит в Болгарии. В весовой категории до 48 килограммов 16-летний спортсмен одолел представителей Армении и Дании. В воскресенье ему предстоит выступать в полуфинале против представителя хозяев чемпионата. Всего на европейское первенство от нашей страны отправились 10 спортсменов. 5 уже выбыли из соревнований. Ну а на сегодня это все. Больше новостей, как обычно, на нашем сайте tv8.md. И не забывайте, если вы стали очевидцем какого-либо события, обнаружили важную новость, или же у вас есть интересное видео и фото, присылайте все нам. Реже звоните по телефону, указанному на экране. Я желаю вам приятных выходных. Увидимся в понедельник. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова